Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, какой же новый чемпионат привезли и поставили у нас в Элдоле, какие препятствия и невзгоды ждут нас на его маршруте. Поговорим о приятных технических изменениях, куда переехали некоторые лошади, какой предмет добавили в бонусную лавку в Морланде. Ну и, конечно, поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что, устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Ну что ж, настал тот самый день. Чемпионат Вейдола вернулся в лес холлов. Это очень приятно, потому что, когда проезжаешь из рыдка во время ловли светлячков мимо базовой площадки чемпионата, тебе становится грустно, потому что там все закрыто было, перекрыто, огрожено ленточкой, и ты просто сидел и ждал, когда же настанет его день. А его день не настанет больше никогда. Хотя тропиночка на старый чемпионат и осталась, теперь здесь неожиданно выросло несколько деревьев, и все заросло травой. Вот оно, место захоронения старого чемпионата. Помянем же его всей своей душой. Но я не слишком грущу на эту тему, просто действительно я думала, что чемпионат будет здесь же. Но, как выяснилось, нет. И это очень грустно, очень обидно, потому что такие воспоминания. И мне нравилось, что площадка старого чемпионата находится в тени деревьев. Ну, давайте же теперь проедем к новому чемпионату, который находится чуть ниже, скажем так, восточной части Вейлдла. И здесь много чего изменилось. У нас есть большая, очень большая, и можно сказать, как будто бы не имеющая границ площадка. Она не огорожена целиком заборами. У нас здесь присутствует ветеринар, палаточка со вкусняшками, кладовка. И также магазин вещей для профи чемпионата Вейлдла. И вот здесь добавлено очень много крутых вещей. Во-первых, в принципе, мне нравятся сеты амуниции. Даже с цветными вот этими крыльями мне нравится, насколько темный оттенок зеленого. Уздечка, нагавки и вольтрап. Все мне нравится в этом сете во всех двух версиях. Но то, что взорвало и накрыло всех волной восторга, это новый типаж кофт. Очень красивые кофты. Мне они безумно нравятся. Таких еще не было никогда. Может быть, точнее были, но старых поколений. И давайте же сразу купим одну простенькую кофту. Потому что мне не чужды открытые комплекты для чемпионатов, которые доступны сразу, без достижения репутации. И она очень крутая. Детализация хорошая. Изначально в магазине, мне кажется, она выглядит более легкой. Но когда вы ее надеваете, сразу же видно, что она очень плотная. Достаточно теплая. У нее есть, я так понимаю, пуговки по всей кофте. И вот такой вот кожаный корсетик. Ремешок. Не знаю, как это назвать. Наверное, полукорсет. Полуремень, полукорсет. С очень интересным вырезанным узором. Мне он нравится. Разница только в том, что у кофты, которую вы открываете за репутацию, у нее добавляются кожаные наручи. Детализируются пуговки. И вот этот вот узор становится более, как будто бы, прокрашен золотом. Если я не ошибаюсь. Также эту одежду можно приобрести в глобальном магазине. Вот та кофточка, которая на нас сейчас. Вот кофточка, которая будет доступна тем, кто прокачал свою репутацию в чемпионате Вейлдала. Что ж, это очень классно. Заметьте, нету никакого шлема. Вот это я расстроилась, потому что сочетание коричневого и зеленого шлема я бы хотела посмотреть. Но, видимо, не дано. Видимо, не сегодня. Видимо, не сейчас. Ну и то, мне кажется, что вызвало писк у большинства. Вот у большущего количества людей. Это новый NPC. Вы спросите, почему? Наверное, потому что это самый новый, самый последний модельки парень на Юрвике. Это не может не будоражить. Ну, во-первых. А во-вторых, у его лошадки шикарные очки для прохождения гонок. Маршрут от чемпионата Вейлдала. Смотрится очень классно. Это бы подошло идеально для, допустим, образа в стиле стимпанк. Надеюсь, когда-нибудь это добавят. Вот, ну, персонаж. Вы посмотрите, какой это паренек. Да, он, конечно, у нас рыжий и с веснушками. Но, боже мой, какой он красивый. Я не могу. Это даже не мой любимый типаж, ну, скажем так, в сочетании. Но как он мне напоминает, как будто бы кто-то из семьи Уизли. Вот, у них там иногда есть в роду красавчики. Вот это явно один из них. Просто красивейший молодой человек по имени Рори. Давайте же мы же с ним поговорим. И испытаем страшные невзгоды чемпионата. Шлем? Есть. Защитный жилет? Есть. Удобная обувь? Есть. Ой, я тебя не заметил. Я расскажу тебе о чемпионате Вейлдала. Ты же встречалась с другими представителями ЮКГВК в Морлэнде и Форт Пинта? Нет, это не бессвязный набор букв. Так называется наш комитет по гонкам. Да боже, какой ты классный, какой ты шикарный. У него глаза еще такие. Такой вырос глаз. Ааа, я не могу. Кстати, смотрите, я обратила внимание, что вот на новой уздечке в кои-таки веке трензель не серебряный и не золотой. Он как будто платиновый. Я думаю, ты уже знаешь, как тут все устроено. Поэтому расскажу вкратце. Чемпионаты проходят по расписанию. Три лучших наездника получают ленты. Участвуй, чтобы со временем получить доступ к магазину для профи, где продается классное снаряжение. В лесу холлов ландшафт совсем не такой, как в полях на юге Серебряной Поляны. Будь готова к напряженной гонке по непростой местности. Так, с этим разобрались. Теперь самое время отправляться в дорогу. То есть в лес. Вперед. Ну что ж, давайте вперед. Я уже на одном аккаунте прошла это задание. И я вам скажу, это очень круто. И то, что я впервые это проходила, кажется, на тяжике, это было опасно. Ты и Ванилла Аура должны ознакомиться с дорожкой, прежде чем соревноваться на ней по-настоящему. Я уже говорил, как важна безопасность. Обязательно наденешь шлем и перчатки для верховой езды. Так, за это задание мы получим 150 опыта персонажа, 50 опыта лошади, 250 репутаций, чемпионат Вэлдла. Прям сходу. Это очень удобно. Ну что ж, давайте попробуем проехать этот чемпионат. Ай-яй-яй, я забыла включить звук. Потому что в чемпионатах очень классное музыкальное сопровождение. Здесь мы делаем прям приоритет на этом. Ну что ж, пока очень лайтовое начало. А вот дальше начинается уже самое веселое. Сгущаются тучи. Усиливается ливень. Появляется опавшая листва. И это еще не все, ребята. Это еще не все. Этот чемпионат действительно поражает воображение, когда вы проезжаете его в первый раз. Особенно, когда вы, к примеру, впервые оказываетесь в лесу холов, и вы еще не знаете всех его дорог. Здесь и оползни, и деревья. И вообще столько всяких испытаний и препятствий. И только когда ты задумался о том, что, наверное, это все, и уже скоро может быть финиш, тебе говорят, нет. Ты должен бежать круговые маршруты с ускорялками. Которые иногда тебя откидывают вообще куда-то в другую сторону, вообще в какие-то кусты, из которых невозможно сразу вылезти. Но самое сложное для меня, это вот это бревно. Это испытание было для меня еще даже до появления чемпионата. Потому что, когда просто даже гуляя по лесу холов, вот перепрыгнуть это бревно, это было что-то из ряда вон. Вот, вот, да, вот. Я вот об этом и говорю, что иногда эти ускорялки подкидывают вас куда-то по небу, как будто в эпигас. Так, и вот один из последнейших сложных кусочков оползень. И знаете, я вам скажу, я не знаю, как я это сделаю, но в первый раз, в самый первый раз, когда я проходил этот маршрут, мне оползни, вот этот, который под наклоном давался, проще всего. Бревно. И вот он, заветный финиш, который мы уже мечтали увидеть. Гонка длится почти две с половиной минуты. Даже меньше. Но у меня лошадь не качана, наверное, она длится две и даже меньше двух минут. Вот такой вот очень классный чемпионат. Это прям испытание некое. Мне очень понравилось. Это было великолепно. Скажи мне, если захочешь попрактиковаться еще вне чемпионата. Так, и после этого у нас открывается ежедневное задание, постоянное, бесперерывное, без всяких плюшек, просто на тренировочные заезды по данному чемпионату. Ну что ж, разработчики, низкий поклон. Чемпионат вышел очень удачным. Он мне понравился. В особенности новый молодой человек. Пожалуйста, добавьте, наконец-то, возможность создавать персонажей мужского пола. Мы об этом просим уже несколько лет. Даже, наверное, от самого создания игры. Ну а мы тем временем отправляемся в Морланд. Обычно я заезжаю в бонусную лавку Морланда в последнюю очередь. Но в этот раз в Морланде есть кое-что еще, кроме бонусной лавки. И сейчас я вам это покажу. Возможно, вы могли это не увидеть. Значит, нам добавили новые штаны. Вот такие красивые бежевые. Но меня смущает вот этот вот вкладыш сбоку, который вроде как пастельный, но который похож как будто бы на дырку в штанах и на ноге татуировка. Не знаю, у меня такие странные ассоциации. Вот если бы они их сделали просто бежевыми, без вот этого цветного вкладыша, я бы просто урвала эти штаны с руками и ногами. А вернее, с руками для своих ног. Но что же еще добавилось в Морланде? Для начала откроем карту. Разработчики наконец-то сделали очень полезную кнопочку. У нас есть кнопка продажи лошадей. Вернее, значок навигации продажи лошадей. Который показывает все места, где продаются лошади в Star Stable Online по Юрвику на данный момент. Здесь абсолютно все точки. И здесь и конюшня Золотого Листа, и конюшня Юрвика около Ярлхейма, ферма Голдспор, деревушка Полумесяца. Две зоны продажи в Ньюхиллкорсте. Две зоны продажи в Южном Копыте. Дундул, Деколесье. Деколесье? Да, Деколесье, это Red One Point. Я почему-то подумала про вот эту вот область. Раньше Старшайна, Фергроув и Вейлдл. Ну и также вся Серебряная Поляна и Морланд. Если вы, к примеру, вначале увидели значок, что в Морланде продаются лошади, поверьте мне, это не глюк и не баг. Так как лошадки у нас экстренно переехали с Форт Пинта. Внимание, в Морланд. Да, 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 разработчики официально переместили этих лошадей и сообщают нам, что в ближайшее время в Морланде появится какая-то новая постройка, где будут стоять именно вот эти лошади. Они стоят в Морланде пока что временно, не привыкайте, они в скором времени переедут куда-то, но куда-то также в Морланде. Я уже и не знаю, что разработчики могут добавить в Морланд, но они в обновлении прямым текстом написали, что будут что-то строить для них, для их удобства, для их расположения. И вы думаете, что же делают тогда лошади, какие лошади находятся в Форт Пинта, если практически все лошадки переместились в Морланд? А это мы сейчас и узнаем. В Форт Пинта остались такие лошадки, как Эмбер Мейн, Галактика, порода Аполлуза. И неожиданно Форт Пинта перенесли всех хофлингеров, всех мастей, а также Юрикских пони. И все. Здесь стоят теперь полные породы. Две полные породы понях и хофлингеров. Но, но... Вначале меня это очень сильно удивило, потому что Форт Пинта всегда был тем самым местом, где можно было, по сути, купить свою первую лошадь, даже не имея ста райдера, даже не открыв целиком и полностью Юрик. Просто потому, что ты здесь бегал чаще всего. Морланд и Форт Пинта в былые годы. А потом для меня дошло озарение. Если эти поняхи стоят здесь, что же стало с баржей? А с баржей ничего не стало. Она стоит здесь как есть, только пустая. На ней больше не продают понях. И неизвестно, что с ней будут делать дальше. То ли на нее будут завозить каких-то редких лошадей. Этого мы уже не знаем. Но сам факт. Вот эта баржа для тех игроков, кто играет уже очень много лет в ССО, была чуть ли не одним из самых важных когда-то локаций, мест, где можно было купить пони. Потому что если сейчас, к примеру, есть базовые задания по открытию гонки с пони, то вы эти задания можете спокойно выполнить именно базовые для постройки всего этого, без наличия пони у себя на конюшне. Раньше же всю эту часть, почти что всю вот эту вот сюжетку с мысом пони, нужно было приезжать исключительно на поняхах. Поэтому все приезжали сюда, как только достигали этих заданий, покупали себе пони, лишь бы пройти ее. Здесь продавались первые поняшки первого поколения, которые уже находятся на ярмарке лошадей Фердинанда и все еще не удалены. После их обновили, здесь стояли уже новые пони Юрвика. Ну а теперь здесь просто пусто. И если честно, это меня очень расстроило. Да, игрушка развивается, но я надеюсь, что может быть что-то сделают с ней и она не будет здесь пустовать, как простой объект декора. Но этого мы не узнаем. Об этом мы просто когда-нибудь внезапно узнаем, когда спустя, наверное, несколько лет, опять же, будем приезжать мимо и заметим какие-либо изменения. А по поводу изменений, кстати, на этом они еще не закончились, поэтому мне придется перезайти на другой свой аккаунт, чтобы вам их показать. Однажды, проезжая на дежурстве моей кпшечки, которая состояла из двух человек, но не менее приятно, я была шокирована тем, что здесь оказался Идрис вместе со своим шутолом и своей повозкой. Вместо высокогорья Нильмер почему-то они решили, что самое лучшее место будет здесь, в Форт Пинта, под, я не знаю, под склоном, прям под самим Форт Пинта на причале, практически на причале. Это очень странно и непонятно. Мне кажется, это больше сочеталось именно там, где оно стояло раньше, около цирка. То есть это было хотя бы интересно, что ты приезжаешь в цирк, там стоит Идрис, там стоит его шут, и откуда-то пришли как раз люди, и оказывается, что там прослушивание. Тем более, та самая картина, что вот эта девочка-фокусница, что она, Изабель Фик, прячется под обольшущим гигантским деревом, а не за маленьким, тоненьким, я не знаю, липой, наверное, на берегу Форт Пинта. Это очень странно, очень непонятно. Мне лично такое решение пришлось не по вкусу, несмотря на то, что оно буквально будет длиться у вас всего лишь одно задание. То есть как только вы его выполните, вы перестанете видеть этот фургон здесь. Так что, по сути, если даже вам это не понравилось, просто выполните сюжетную линию, и данное недоразумение у вас пропадет. Вот здесь ничего не будет, ни тележки, ни фокусников, просто будет пустой причал. На следующей неделе к нам приезжает французский сель, и разработчики желают нам замечательной недели. Тот самый французский сель, которого мы так долго ждали. Ожидайте трейлер данной породы в понедельник. Ну и на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. О боже, неужели на следующей неделе мы купим французского селя? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!